Книга «Открытым оком. Тема покаяния». Том 7. Вопрос 1844. «Святые так мужественно переносили мучения телесные, что их более всего беспокоило в узах», — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Среда сама, допросы нечестивыми, их насмешки, хулы — это трудно выносить. Деяние 26.24.25. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет, достопочтенный Фест», — сказал он, — «я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». Никита Исповедник. Память. 3 апреля. «Находился преподобный Никита много дней в смрадной темнице. Уже самое это смрадное темничное заключение было для святого немалым мучением. Кроме того, каждый день приходили к нему разные люди, бесчинные и бесстыдные нравом и словом, недостойные даже имени человеческого. Хульными и сравными словами они бесчестили и укоряли святого старца и причиняли ему великие обиды. Эти люди нарочно были подосланы еретиками. Среди них самым злым был один по имени Николай. Он особенно печалил преподобного, оскорбляя его безумными и сквернословными речами. И вот теперь, уже на склоне лет, умиротворенный с верой и делами, смотрю на выпавший когда-то в небе лет, Быть шизофреником, ослом при Валааме. Там, на Амуре, сорок лет назад, мой путь, учебу, службу так тряхнуло, Что опьяненный вольницей казак был этапирован в стихушку Барнаула. Конечно, не стихи о том писать, А песни петь, не перепеть в экстазе. Там в ломовую лошадь превращен рысак, В телеги ось прошприцевали мазью. Там ангел путь мне преградил уже, И справа от скалы дави мне выступ, А слева пропасть, ближе, чем в сажень, Коммунистическая бездна, жить корыстно. Благословен тот день, я пал на землю, Заговорил с погонщиком своим, Впервые хлеб вкушал, не атеизма зелья, И сорок лет прошло, и сорок зим. Ох, сколько валаамов с той поры, Пророчествуя лезли, запрягая, Пытались вновь зажать у той горы, Пугать врицанием епископских регалий. Отныне и до самого конца Хребет мой не седалище трусливым, День благовещения и въезд на мне Христа Считаю самым лучшим и счастливым. На хлебник из чужих столов тащили, По клажу к непокорному ослу, Не по писанию, по прихоти учили, Им рабский нужен дух и много слуг. Мне бремя легкое, не тяжкое досталось, Гонение, поношение и тюрьма, Потеть и горбить, не наживши сало, Чужого нет ни нитки, ни ремня. 21 июля 2003 года Игнатий Лапкин